Арысь восстановят в кратчайшие сроки. Деньги выделит правительство из резервного фонда. Специальная комиссия уже приступила к оценке состояния домов и общей инфраструктуры города. Помощь окажут и эвакуированным жителям. Об инициативах Кабмина расскажет Элизат Акчурин. Отремонтировать дома и восстановить коммуникации обещают всем жителям Арыся. Необходимые средства возьмут из резерва правительства. Правда, сколько денег понадобится, чтобы привести в порядок 45-тысячных городок, пока неизвестно. Специальной комиссии только предстоит оценить ущерб. Все силы мобилизованы. Жители города Арыс эвакуированы. Все граждане нашей страны обеспокоены состоянием жителей Арыси и оказывают всевозможную помощь. В связи с этим призываю всех поддержать инициативу партии НОРОТАН по сбору средств. Сейчас проехать в город члены комиссии не могут. Там работают саперы, проводят разминирование территории. Поэтому пока людям помогают за счет региональных бюджетов. Ряд областей уже направил гуманитарную помощь. А на летние каникулы предложили маленьким жителям Арыся бесплатно отдохнуть в лагерях. По имеющимся сведениям от разрывов боеприпасов, сильно пострадало 19 домов и 10 хозпостроек. Повреждены также линии электропередач. Точная сумма ущерба будет известна уже к концу недели. Президент дал нам указания. Бюджет выделен. Все необходимые средства есть в государственном резерве. Госорганы и акиматы все готовы. Как будет возможность, мы начнем работать в этом направлении. Тем временем в Минобороны заявили о готовности перенести боеприпасы. По поручению президента, оказывается, склад, где прогремели взрывы, функционировал с 60-х годов. Там хранились артиллерийские и стрелковые снаряды. До инцидента арсенал начали вывозить на другие базы, поскольку рядом всего в 200 метрах расположился городок. Но из-за нехватки финансирования работы были приостановлены, отметили в ведомстве. Я скажу, что склады находятся на удалении порядка, даже есть до 200 метров. Хотя, согласно наших правил, они должны быть на удалении, безопасный район, 3 километра. Мы, в принципе, подавали недократно документы на то, чтобы продлить дальность до 10 километров. Но, однако, для этого нужно выселять людей. Железная дорога там рядом находится, почти 800 метров. Это нужно тоже двигаться, поэтому принято решение этот склад перенести. Слухи о том, что в воинской части якобы хранили химические вещества, в комитете по ЧС опровергли. Там объяснили, что сильная взрывная волна произошла из-за детонации боеприпасов и возгорания горючего, которое было рядом со складами. Впрочем, что доподлинно произошло, еще только предстоит выяснить следователям. Елизат Акчерин, Нурлан Уцигенов, Жигер Бабаканов, телеканал Алматы.